Как-то раз просили у одного еврея, почему все евреи отвечают вопросом на вопрос? А почему вы спрашиваете, ответил он? Сегодня речь пойдет о искусстве задавать вопросы. Шалом, дорогие друзья. Не бывает глупых вопросов. Именно такой фраза один мой знакомый начинает свои уроки. На самом деле бывают разные вопросы. Иногда вопрос может быть с подвохом, чтобы подколоть человека. Иногда люди задают риторические вопросы, уже зная ответ заранее. Но бывают и просто вопросы, которые задают с искренним интересом, чтобы получить новые знания и разобраться в теме. Невозможно развиваться и получать знания, не задавая вопроса. Наши мудрецы говорят, что ученик, который стесняется задавать вопрос учителю, никогда не сможет по-настоящему выучить предмет. Правильно задавать вопрос, ведь это целое искусство, которому учатся всю жизнь. Вся еврейская литература, она построена на таком формате. Вопрос и ответ. Именно так на протяжении веков люди получают новые знания. Но и ситуации, в которых задавать вопросы неуместно. И вопрос может выглядеть как проявление неуважения. Наша недельная глава Ваера как раз рассказывает о таком случае. Все начинается с того, что Бог дает указание Моше, чтобы тот отправился в дворец к фараону с просьбой освободить еврейский народ от рабства. Фараон эта просьба очень злит. И он усугубляет положение еврейского народа, которое и до того было ужасное. Моше очень расстраивается тем фактом, что именно его поступок привел к ухудшению ситуации. И он обращается к Богу со следующими словами. О Господь! Зачем ты навел беду на этот народ? Зачем только ты послал меня к нему? На это Бог ему отвечает, что про отцы Авраам, Ицхак, Яков, они всегда выполняли указания без лишних вопросов. Так почему же великий пророк Моше задает Богу эти вопросы? Неужели он сомневается в указаниях Творца? Объясняют комментаторы Торы, что причина, по которой Моше задавал эти вопросы, заключалась не в том, что он не доверял. А в том, что он по своей натуре очень отличался от лидеров прошлых поколений. Авраам, Ицхак и Яков, они были людьми эмоциональными. И на этом строилась их связь с Богом. На чистой вере, без вопросов и сомнений. Но Моше он был другим. Он был человеком, которому было важно во всем разобраться и все понять. Именно такой лидер нужен был еврейскому народу в тот момент, так как совсем скоро евреи должны были получить Тору на горе Синай. А Тора – это божественная мудрость, которую нужно понимать прежде всего разумом. А как можно разобраться и понять мудрые мысли, не задавая при этом вопросов? Изучайте Тору и не стесняйтесь задавать вопросы. Ведь это единственный способ во всем по-настоящему разобраться и все понять. Шаббат шалом и до встречи на следующей неделе. Вам интересно изучать недельные главы Торы? Подписывайтесь на рассылку проекта «Каббалат Шаббат» с Даркейну.